Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В Самаре появится гастрономическая карта. Такое соглашение подписали рестораторы с администрацией города. Их называют ангелами милосердия. Соцработники отмечают сегодня профессиональный праздник. Арт-объект не только для красоты. Пустышковое дерево выросло в Ленинском районе Самары. Скрылось мест аварии. В Самаре женщину на год лишили водительских прав за то, что она сбила ребенка и уехала. ДТП случилось в Новомолодежном переулке в Куйбышевском районе. К счастью, девочка отделалась легким испугом и не получила травм. Подробности в репортаже Алины Чемерес. Своего пушистого зайца маленькая Лера ни на минуту не выпускает из рук. Взяла с собой даже на заседание суда. В магазин за долгожданной игрушкой девочка отправилась как раз в тот день, когда попала под машину. На обратном пути переходила дорогу к киоску, где работает мама и неожиданно оказалась под колесами автомобиля. Я побежала к маме, а машина ехала, а машина задела. Тетя посмотрела в окно и уехала. Слава Богу, у нас все благополучно. У нас вообще никаких травм нет. Вот это прям, я говорю, доченька, ты у меня в рубашке родилась. Как позже выяснилось, за рулем автомобиля была Дарья Усачева по иронии судьбы. Она родственница пострадавшей девочки. На вопрос, как все случилось, девушка отвечает, мол, ребенок упал сам и никакого ДТП не было. Поэтому и уехала с места происшествия. Не уверена я, что я ударила машину ребенка. Если бы я почувствовала, что ударила, я бы, конечно, вышла бы. Вышла подруга моя, у меня было средство состояния, и ребенок быстро убежал, даже не успела за ней убежать. И она убежала в сторону, сзади машины. В случае, когда водители уезжали с места аварии, только в Самаре в этом году было около 70. Большая часть таких дел раскрыта. Найти машину, которая сбила Леру, полицейским помогли очевидцы. На новом молодежном переулке, где случилось ДТП, располагается рынок. Поэтому свидетелей произошедшего немало. Люди рассказали машина, черный седан. Назвали номера и показали, куда уехал автомобиль. Была изъята видеосъемка с камер фотофиксации административного правонарушения. Это расположено на улице Уральская с пересечением Учевская. И после просмотра данной видеозаписи был установлен автомобиль Ситроен С5. После чего был установлен водитель. Мировой суд Куйбышевского района постановил обвиняемую лишить водительских прав на год. Придется ли ей выплачивать компенсацию пострадавшей девочке, определит судебная медицинская экспертиза. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Продукты от фермеров в праздничные дни. В Самаре с 9 по 11 июня будут работать сельскохозяйственные ярмарки. Они откроются на Пугачевском тракте в районе дома 13, на пересечении Московского шоссе и Воронежской, в четвертом квартале поселка Мехзавод, перед домом номер 9. Последний начнет работу 10 числа. Купить продукты напрямую производителей можно будет с 9 утра до 6 часов вечера. Завершить ремонт четвертой очереди набережной подрядчики обещают до конца года. Об этом стало известно во время проверки строительных работ главы города. Олег Фурсов побывал также на заводском шоссе. Укладываются ли подрядчики в сроки, узнала Лариса Шалафаст. Первая точка – заводское шоссе. Ремонт здесь начали в декабре прошлого года. Перекладку коммуникации на участке должны завершить уже к концу июня. На объекте работают 25 человек. Восстановить дорожное покрытие подрядчики планируют в конце сентября. Глава города поставил задачу сократить сроки и завершить ремонт до начала осени. Улица имеет стратегическое значение. Мы об этом неоднократно говорили. И кроме того, хочу подчеркнуть, что с губернатором Николаевичем Меркушкиным поставлена задача все мосты связать через эту дорогу. Поэтому к выполнению этой задачи мы уже подошли вплотную. У нас есть понимание, как это будет все организовано. Глава города проверил, как идет ремонт и на четвертой очереди набережной. Здесь рабочие в график укладываются. По проекту после ремонта на этом участке набережной появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, бульвар с велосипедными дорожками, современная инфраструктура, а также новый трехуровневый фонтан и амфитеатр. Сейчас на участке завершают укладывать коммуникации. Сделано практически 80% – это ливневая канализация, 30% – водопровода и фекальная канализация – это порядка 40%. До 20 июня этого года все работы по коммуникации будут закончены. Работу подрядчиков на набережной контролируют не только специалисты администрации, но и общественный совет района. Пока у активистов претензий нет. Глава города поручил подрядчикам выдать членам общественного совета временное удостоверение, чтобы они смогли контролировать ремонт и дальше. Завершить ремонт четвертой очереди набережной планируют до конца года. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Техника на защите фасадов самарских домов. Стена не место для рисунков. В Самарском районе продолжают бороться с незаконными граффити. На фасадах на уровне человеческого роста закрашивают быстро, а вот выше второго этажа уже требуется спецтехника. За работой на высоте наблюдала Марианна Мирная. Дом 127 на фронт заогорожен не просто так. Люлька поднимает рабочего на крышу, где прошлой ночью горе-художники расписали стену. Вызов спецтехники – дело затратное, но бороться с вандализмом все же необходимо. Зачастую надписи бывают и нецензурного характера, и реклама наркотиков, наркотических веществ. Я считаю, что сильно портит внешний облик района. Поэтому стараемся бороться с этим. А здесь, на Самарской 73-75, красить приходится повторно. Граффити настолько яркие, что один слой краски не спасает. В управляющей компании говорят, самое большое количество рисунков именно в домах разной этажности. За ними особый контроль. Только коммунальщики закрывают вход на крышу, на замок. Но и это не всегда работает. Мы рассматривали всевозможные варианты. Да, действительно, мы по некоторым адресам, где это возможно, растворительно стираем надписи. Но не везде, не всегда это получается. Поэтому приходится закраживать. Я могу сказать, даже рекламные листовки, рекламы, которые выклеиваются, развешиваются ненадлежащим образом в неположенном месте, тоже практически руками очень сложно снять. Приходится тоже закрашивать. Сотрудники управляющей компании и администрации Самарского района ежедневно обследуют дома и улицы, обнаруживая по утрам от 15 новых граффити. Наказывать нарушителей сложно, но все же возможно. Если поймают за руку, художнику грозит административный штраф. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Сегодня в России День социального работника. Профессиональный праздник отмечают более 20 тысяч жителей Самарской области. Их призвание – помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за старости, болезни или обстоятельств. В Самаре прошло собрание, на котором вручали награды и говорили слова благодарности. Олег Зверев тоже поздравил героев торжества. Они всегда готовы прийти на помощь, не по долгу службы, а по призванию. Пенсионеры, инвалиды, тяжелобольные люди – те, кому всегда будет нужна поддержка социальных работников. В Самарской области больше 20 тысяч человек работают в этой сфере. В профессиональный праздник они получают награды. Галина Подложная более 40 лет проработала в Самарском отделении Красного Креста, а сегодня награждена знаком отличия за заслуги перед Самарской областью. Мы одна из старейших организаций общественных и выполняем с 1994 года государственный заказ по обслуживанию самой тяжелой категории больных. Это онкология, сахарный диабет, бронхиальная астма, психохроники. Тяжело, конечно, переживать. Многие переживают, домой уходят с таким тяжелым настроением. Но кто-то уже должен. Награды вручил первый вице-губернатор Александр Нефедов. От имени главы региона он поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Сегодня более полутора миллионов жителей губернии получают различные социальные выплаты. И на социальных работниках особая ответственность, чтобы поддержка государства сделала жизнь более комфортной. Привитет в направлении правительства губернатора Самарской области – это забота о человеке. Более 30 миллиардов рублей подделяется с областным бюджетом для тех, кому нужна помощь. И спасибо огромное. Слава, благодарности вам за ваш нужный, благородный труд. Благодарности сегодня звучали в адрес людей самых разных специальностей. Ведь в качестве социального работника трудятся и врачи, и педагоги. А порой эту миссию отчасти выполняют и журналисты. Я вас тоже поздравляю. И считаю, что журналисты, на наш взгляд, вы тоже социальные работники. Потому что через вас люди получают нужную информацию от нас в том числе. А очень часто вы, подключаясь к проблемам конкретных людей, по сути, миссию социального работника выполняете. Мы вам за это очень благодарны. Спасибо вам за работу. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Автоваз начал серийное производство двухтопливной версии «Лада Веста». В чем особенность нового авто, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня немного прибавила в цене. Баррель марки «Бренд» стоит 48 долларов 50 центов. Валюта дорожает. Курс на 9 июня. Доллар 56 рублей 98 копеек. Евро 64 рубля 14 копеек. Золото стоит 2351 рубль. Серебро 32 рубля 2 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 45 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 85 копеек. Зарплатные ожидания выпускников российских вузов в среднем составляют 56 тысяч рублей. Что на 50% выше фактических зарплат молодых специалистов. Подсчитали в высшей школе экономики. До 2025 года интернет-магазины в России могут освоить доставку товаров покупателям с помощью беспилотных летательных аппаратов. Говорится в проекте «Стратегии развития электронной торговли». «АвтоВАЗ» начал серийное производство двухтопливной версии «Лада Веста». Новый автомобиль примечателен тем, что сможет использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. На этом все. Удачи в делах! В Самаре появится гастрономическая карта. Открыв ее, турист сможет понять, где вкусно поесть и хорошо провести время. Соглашение между рестораторами и властями было подписано на конкурсе поваров. Битва рестораторов собрала лучших кулинаров, барменов, официантов и барист. Слово Мария Немирной. В битве рестораторов повар из Москвы Николай Сарычев не участвует. К самарским кулинарам он приехал с мастер-классом. Стейк из говядины с картофельным кремом, а на десерт панакота с облепиховым соусом. Его коронные номера. Но сам повар все же предпочитает простые русские блюда. Наверное, борщ все-таки. Потому что с залом, с черным хлебом, с луком, с чесноком, а еще полтинничек вообще будет отлично. Но это вечером, если. Поварской талант либо есть, либо нет, говорят мастера. Как ни крути, это зависит от внутреннего состояния человека и его настроения. Вот три фактора, которые влияют на вкус, цвет и текстуру. А пока кулинары соревнуются в гастрономическом конкурсе, власти делают свою работу. Между рестораторами и департаментом туризма было подписано соглашение, чтобы вместе создавать новые гастрономические бренды. Таких брендов должно появляться больше на территории региона. И, соответственно, жители других городов, они могут, уже приезжая в Самару, понимать, зачем они едут. Либо попробовать шоколад, либо попробовать какую-то интересную кухню, либо попробовать волжскую рыбу, либо попробовать помидоры сызранские, либо это может быть сыр из рождественного, там, то производство, которое открылось. Статистика показывает, что именно гастрономический туризм набирает обороты, и путешественники все чаще ассоциируют отдых в той или иной местности с едой, которую больше нигде не встретишь. Проверить, сработают ли бренды самарских вкусностей, планируют уже в следующем году, во время чемпионата мира по футболу. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Арт-объект не только для красоты появился в Ленинском районе Самары. Необычное дерево выросло в сквере Мичурина. Предназначено оно для того, чтобы отучить подросшего малыша от пустышки. Такие деревья уже растут во многих городах Европы. Арт-объект для Самары уникальный, яркий и полезный. В сквере на пересечении улиц Полевой и Мичурина появилось пустышковое дерево. Часто детей трудно отучить от пустышек. Для родителей это становится настоящим испытанием. Это дерево и призвано помочь мамам и папам. Пустышку нужно бросить в дупло, а ребенку объяснить, что ее подарили лесным жителям – белкам и зайцам. Так малышам будет психологически проще расстаться с привычкой. Сама идея зародилась в Европе. Подобные деревья есть во многих городах Дании, Швейцарии и Баварии. Самарские родители считают объект нужный. Очень здорово, что есть пустышечное дерево, когда можно определить пустышку. Есть мотивация, есть интерес, есть заинтересованность. Соорудить дерево помогла частная компания, а районные власти устроили в сквере праздник для детей. Подрастающему поколению повышенное внимание. И создать комфортные условия для детей – одна из главных задач. Существует программа, в соответствии с которой в прошлом году в районах были установлены новые детские комплексы, развлекательные малые архитектурные формы, качельки, горки. В этом году работа будет продолжаться в этом направлении. Не случайно и пустышковое дерево появилось рядом с детской площадкой, чтобы после расставания с пустышкой отвлечь детей игрой на горках и в песочнице. Елена Елисеева, Василий Колдашов. События. И еще одно новшество в Ленинском районе. Там появились боксы для уборки за собаками. В таких контейнерах владельцы четвероногих могут бесплатно взять специальный пакет и совок. В будущем такие контейнеры должны появиться во всех районах города. Подробности у Валерии Макаровой. За границей-то вон все же они убирают. Там чистота вон какая. Да. То есть вы готовы за свою собаку убирать? Да буду убирать. Отчего раз, да все. В Самаре вводят культуру выголу собак. В Ленинском районе появились боксы с гигиеническими пакетами. Внутри специальный совок. Сами пакеты биоразлагаемые. Планируется, что у каждого бокса установят и урну. Владельцы собак нововведения уже оценили. Мы всегда за все положительное, за все современное, перспективное. Конечно же мы за. Сама идея родилась в молодежном совете при администрации Ленинского района. Там уверены, что пора перенимать зарубежные традиции и приучать хозяев собак к порядку. В итоге нашлись спонсоры и первую партию пакетов и держателей для них уже установили в городе. Денег на самом деле ушло немного. Порядка 25 тысяч рублей. Это все полный набор. То есть это получается диспенсер, столбы и пакеты. Пакет закупили 2 тысячи. На данный момент на территории района расположено 4 диспенсера для того, чтобы жители могли воспользоваться данными пакетами. В ближайшее время планируется установка еще около 40 диспенсеров. Каждый житель сможет указать место, где необходимо поставить бокс с пакетами. Заявку нужно оставлять в администрации Ленинского района. В будущем такие контейнеры должны появиться по всему городу. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Условный срок за дорожную разборку с угрозой оружием. В промышленном суде вынесли приговор 37-летнему Айбеку Махкамову. В декабре прошлого года мужчина не поделил дорогу с другим участником движения, угрожая пистолетом, заставил того выйти из машины и отнял у него золотую цепочку. Спустя пару месяцев Махкамова задержали бойцы СОБРа. Они остановили автомобиль и уложили мужчину лицом в снег. При осмотре машины была найдена цепочка, а также стартовый пистолет, переделанный для стрельбы охотничьими патронами. Махкамову предъявили обвинение по четырем статьям. Умышленное повреждение чужого имущества, угроза убийством, незаконное приобретение, хранение оружия. Однако во время следствия часть обвинений сняли. Кроме того, приговор смягчили из-за наличия у Махкамова четырех несовершеннолетних детей. На пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова доброволец спасательной службы Константин Абрамов обнаружил гранатомет «Муха». Оружие было спрятано на территории автостоянки. На место выехали патрули, кинологи и криминалисты. По предварительным данным, гранатомет боевой. Ведется следствие. В Самаре водитель заплатил 150 тысяч рублей велосипедисту, которого сбил дверцей. В июне прошлого года во дворе на улице Георгия Димитрова 59-летний автовладелец, выходя из машины, открыл водительскую дверь, когда мимо проезжал велосипедист. Мужчина от сильного удара упал и с места ДТП был доставлен в больницу Середавина. У него диагностировали перелом левой бедренной кости. Первоначально водитель свою вину отрицал, заявляя, что велосипедист упал, попав в яму. Однако ряд экспертиз доказал обратное. Сквозь преграды к победе самарская команда взяла серебро на туристско-спортивных состязаниях Туриада-2017. Ребята показали высокие результаты в различных испытаниях. От ориентирования на местности до сплава по воде. Своими впечатлениями победители поделились с Мариной Матвейшиной. Ни холод, ни комары, ни препятствия. Ничто не помешало самарцам стать победителями в этой гонке. Спортивно-туристский лагерь Туриады – это соревнования по спортивному туризму. В этом году на Туриаду съехались почти 700 участников со всех регионов ПФО. Ребята преодолели пешеходные, велосипедные и водные дистанции. Достаточно сильное течение, потому что дистанция была расположена на озере от Палаковской ГЭС, кажется. Сильное течение, большой выброс воды, как раз ворота находились на этом течении. Было сложно пересекать струю, было сложно попадать в ворота. А касание вешек также штрафуется. То есть была возможность получить штраф. Командный дух и воля к победе помогли самарской команде стать серебряными призерами Туриады. Традиционно лагерь проводится в Саратовской области, на территории горнолыжного курорта. На родине в Самарской области победителей встречают с большими почестями и желают дальнейших успехов. На Туриаду действительно приезжают люди, которые по-настоящему любят свою родину. Это может стать такой патриотический проект. Как можно заниматься туризмом, если не любишь свою родину? Туризм на то и есть. Туризм для того, чтобы узнавать больше. А если человек хочет больше узнавать, то говорит о том, что там действительно настоящий патриот. Все команды работали, но наши работали лучше и больше, и серьезнее над собой. Поэтому такой результат достигли. Конечно, в спорте есть спорт и останавливаться нельзя, тем более, что эти соревнования имеют в том числе и определенные спортивные достижения. Победителям присваивается, насколько я знаю, звание кем-то мастера спорта. Воодушевленные победы и участники Туриады уже планируют поездку и в следующем году. Обещают тренироваться и развиваться, чтобы на Туриаде-2018 стать абсолютными победителями. Марина Матвеевшина, Василий Кладашов. События. В Самарском доме журналистов открылась выставка «Крымский вояж. Холст и тюдник саквояж». Экспозицию составили 22 картины художницы Ольги Абраменковой. Это работы двух выездных пленеров, которые оставили след в ее творчестве. Валерия Макарова познакомилась с художницей. Попало под очарование Крыма. Самарская художница Ольга Абраменкова создала на полуострове более 20 картин. Часть из них составили выставку «Крымский вояж. Холст и тюдник саквояж». До этого Крым видел все время на работах крымских художников, но они очень ярко пишут. Я вот его видела немножко как-то нежнее. Больше перламутра. Очень интересное состояние вот утром и вечером. Но очень трудно писать с утра и вечера. Все это результат работы двух выездных пленеров. Особенность в том, что картины писались за один раз. За день три холста. На них изображены крымские пейзажи, Массандровский дворец, виды с веранды Дома творчества Коровина, окрестности дачи Чехова. И, конечно, Черное море. Волга – это одно, а море – другое, конечно. Тут состояние постоянно меняется. Вот уловить этот момент, освещенность, вот этот бег теней. Меняется очень быстро там погода. И вот нужно все это ухватить, отобразить на холсте. Картины из «Крымского вояжа» можно увидеть в Доме журналистов до 15 июля. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Крылья Советов заканчивают подготовку к чемпионату страны по пляжному футболу. В составе появились новые игроки и новый главный тренер – специалист из Бразилии. Пляжный Крылья Советов на утренней тренировке на первомайском спуске застал Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Как только после паводка обнажился Самарский пляж, на первомайском спуске начались песчаные тренировки крыльев Советов. Команда в прошлом году в чемпионате страны по пляжному футболу заняла пятое место. В этом сезоне планы амбициозные – побороться за место на пьедестале почета. Основание для этого есть. Появились молодые игроки и новый тренер из Бразилии – Бруно Жермано. В Бразилии каждый футболист играет на команду и в то же время проявляет индивидуальное мастерство, чтобы забить мяч, сыграть результативно в единоборстве с полевым игроком, выйти на 1-1 с воротарем и организовать гол. А рисунок игры крыльев Советов удивит соперника и понравится болельщикам. Молодые новички, двое Саратова-1 из Новосибирска, на каждой тренировке доказывают, что именно они достойны места в основном составе команды. Среди них и самарец Артем Пеняев. Он пришел в пляжный футбол пару недель назад из классического. Несколько лет играл в любительской лиге. Первые тренировки на песке показали – это совсем другая игра. Медали предстоящего чемпионата страны по пляжному футболу разыграют 9 команд. Регулярный сезон состоит из трех этапов. Первый стартует 13 июня в Петербурге. В июле крыльев Советов ждет Казань, в августе – Москва. Шесть лучших команд попадут в суперфинал. Завоюют ли крыльев Советов медали теперь зависит от главного тренера и его выбора игроков на матче. Кто едет сегодня в Петербург – это объективно. Мне очень понравился его выбор. То есть это реально человек подошел не с личными симпатиями, а по профессиональным качествам игроков. То есть на сегодняшний день в Петербург едут сильнейшие самарские ребята. В заявке крыльев Советов на этот сезон 18 игроков. Трое легионеров – белорусы, два португальца. Длинная скамейка запасных, в матче играют 12 футболистов, позволит уверенно выступить в чемпионате страны. А опыт бразильского специалиста еще и надеется на медали. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»